Приветствую вас и как я вижу пока только лишь возможно накопленная усталость, возможно вот именно у вас просто накопилась сама и из-за этого вы стали быстрее утомляться. То есть расход сил идет, условно говоря, быстрее, чем идет его восполнение. Вот. И я думаю, что в этой ситуации вам первое, что нужно сделать, наверное, немножко отдохнуть, то есть либо, знаете, как взять, может быть, больничный, там как-то постараться найти время на отдых, потому что, ну, определенно вы себя изматываете очень сильно. Либо освоить способы релаксации, дыхательные какие-то упражнения, может быть спорт, может быть фитнес, может быть бассейн. Ну, то есть вот какие-то такие вот моменты, которые, ну, которые могли бы вам помочь, которые могли бы вас как-то вот немножечко все-таки приободрить. Вот. Значит, это, значит, то, что я вижу непосредственно вот на поверхности. То, что может быть глубже, это потеря мотивации что-либо делать, это потеря именно вот потеря желания что-либо делать, потеря смысла. Ага, значит, ну, как следствие, это то, что вы занимаетесь в одной немножечко вот не своим делом, может быть, вам имеет смысл опять же подумать, чем ли вы занимаетесь телом. Вполне возможно, что то, чем вы занимаетесь сейчас, это не ваш. Вот. Значит, далее, что я вам могу сказать еще. Значит, ну, поскольку у вас усталость, вы все время хотите спать и обхать, то, может быть, у вас, в вашей жизни происходит куда большее количество негатива, систем, значит, позитива. В таком случае нужно искать новые источники позитива, да, то есть больше времени посвящать тому, чтобы как-то отдыхать, как-то развлекаться, вот. Вот. И, собственно, через позитив вновь чувствовать, если вот, ну, если вам будет удобно такая формулировка, вновь чувствовать жизнь. Вот, в принципе, то, что я думаю, вам можно сказать. Значит, какие-то более серьезные проблемы, если они у вас есть, это, я имею в виду, как таковые проблемы мотивации обязательно, это, как таковые проблемы с связанностью, с, значит, ну, с определенными моментами, с определенными ситуациями в вашей жизни, их нужно будет разбирать на самом деле отдельно, вот, потому что, как бы, как сказать, подна не очень понятно, имеют ли они у вас место быть. Вот. Может быть, и имеют, но, исходя из вашего сообщения, исходя из вашего текста, у вас просто-напросто самая обычная усталость и не более того. То есть, я думаю, что загнали вы себя, грубо говоря. Вот. Ну, может быть, и что-то более глубокое, но тогда с этим нужно разбираться отдельно. Вот. И для этого нужно общаться с вами, смотреть, что происходило в вашей жизни, вот, в последнее время, перед непосредственно тем, как вот эта вот ситуация начала давать, условно говоря, о себе знать. Вот. Потому что, ну, если какие-то элементы какие-то были, если какие-то ситуации были, то они вполне могли повлиять на ваше восприятие, конечно же, но ага, тогда, опять же, нужно менять ваше отношение к этим ситуациям, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть, вполне вероятно, что вы какие-то некоторые ситуации восприняли, ну, вообще говоря, невероятно. И из-за этого у вас выработана такая вот апатия. Вот. Кроме того, кроме того, апатия возникает еще и тогда, когда человек не видит результатов от своей деятельности. Такое вот тоже бывает, ну, вот человек действует, 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 а, ничего не происходит, и наступает апатия. Соответственно, имеет смысл тогда подумать с вами вот о чем. А, значит, тот ли результат вы хотите получить, да, когда занимаетесь своей деятельностью? Тот ли результат вы хотите для себя получить? То есть, чего вы вообще хотите, для чего вы делаете то, что вы делаете? Это тоже такой очень важный момент. Потому что, ну, вот, я уже говорил, да, что потеря смысла, это важная, это серьезная проблема, потеря смысла. Вот, вот, но, опять же, как бы, сама по себе потеря смысла, это еще ничего. То есть, это можно найти, но вот если вы вдруг по какой-то причине, значит, для себя, не видите того результата, который вы хотели бы, вы не видите для себя того эффекта, который вы бы хотели, то это куда большая проблема, потому что тогда получается, что вы просто-напросто занимаетесь не совсем тем делом. То есть, у вас есть понимание цели, а вот, значит, средства, которые вы используете для того, чтобы, вот, как раз, прийти к этой цели, у вас выбраны неверные. Ну, и отсюда соответственно и подобные у вас состояния. А в этой ситуации, значит, ситуации, когда неверно подобраны средства, собственно, именно средства, и нужно подбирать. То есть, подумать, а правильным ли, правильным ли вы путем идете вот к тому, с чего хотите. И посмотреть, может быть, выяснить, что неправильным путем вы идете. И тогда, опять же, ну и нужно будет пересмотреть то, что вы делаете, то, как вы занимаетесь своей деятельностью и так далее. То есть, это все входит в сегнитивную терапию, вот, и ей необходимо приниматься, вот. Но на первое время я вам все же рекомендую подумать, знаете, все-таки о том, чтобы на самом деле, знаете, отдохнуть, просто отдохнуть. Просто пару дней хотя бы, пару дней посвятить только себе и все, больше ничего не делать, вот. А я думаю, что для вас это ключевой момент, даже если вы соберетесь работать с психологом, даже если вы соберетесь проходить сеансы психологические, то вам все равно, так или иначе, нужно будет подготовить себя к этому, нужны будут определенные силы для этого, а, как я уже сказал, то, что довольно-таки были силы, ну и надо отдыхать, вот. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!